Пропавшая калоша доблеса Сочинение Артур Канан Дойля Мы сидели в своей уютной квартирке на Бейкер-стрит В то время, когда за окном шел дождь и выла буря Удивительно, когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе Обязательно мне без бури и дождя не обойтись Итак, по обыкновению выла буря Холмс по обыкновению молча курил А я по обыкновению ожидал в своей очереди чему-нибудь удивиться Ватсон, я вижу у тебя флюс Я удивился, откуда вы это узнали? Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого Ведь спухшая щека у тебя подвязана платком Поразительно, это такая наблюдательность Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее В кокетливый банд Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена Ноктюр Нострадамуса и полонез Васка де Гама Когда он заканчивал тридцать девятую симфонию Юлия Генриха Циммермана, в комнату с треском валился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью О, господин Холмс, я джок Бенгам Ради бога, помогите, у меня украли Украли, ах, страшно даже вымолвить Слезы затуманили его глаза Я знаю, хладнокровно, сказал Холмс У вас украли фамильные драгоценности Бенгам вытер рукавом слезы И с нескрываемым удивлением взглянул на Шернока Как вы сказали? Фамильные? Что? У меня украли мои стихи Я так и думал Расскажите обстоятельства дела Какие там обстоятельства? Просто я шел по Трафальгарскверу И, значит, нес их, стихи-то, подмышкой А он выхватит обижать Я за ним А калоша и соскочи у него Ворота убежал А калоша она вот Холмс взял протянутую калошу Осмотрел ее, понюхал Полизал языком и, наконец Откусивший кусок С трудом разжевал его и проглотил Теперь я понимаю Радостно сказал он Мы вперели в него взоры Полные ожидания Я понимаю Ясно Что эта калоша Резиновая Изумленные Мы вскочили с кресел Я уже немного привык К этим блестящим выводам Которым Холмс скромно Не придавал значения Но на гостя такое проникновение В сути вещей страшно подействовало Господи помилуй Это колдовство какое-то По уходе Бенгама Мы помолчали Знаешь, кто это был? Спросил Холмс Это мужчина Он говорит по-английски Живет в настоящее время В Лондоне Занимается поэзией Я всплеснул руками Холмс Высущий дьявол Откуда же вы все это знаете? Холмс Презрительно усмехнулся Я знаю еще больше Я могу утверждать Что вор Несомненно Мужчина Да какая же сорока Принесла вам это На хвосте? Ты обратила внимание Что калоша мужская? Ясно Что женщины Таких калош Носить не могут Я был подавлен Логикой Своего знаменитого друга И ходил весь день Как дурак Двое суток Холмс сидел на диване Курил трубку И играл на скрипке Подобно Богу Он сидел в облаках дыма И исполнял Свои лучшие мелодии Кончивший Олегию Ньютона Он перешел На рапсодию Микеланджело И на половине Этой прелестной Безделушки Английского композитора Обратился ко мне Ну, Ватсон Собирайся Я таки нащупал Нить этого Загадочного преступления Мы оделись И вышли Зная, что Холмса Расспрашивать бесполезно Я обратил внимание На дом Которому мы подходили Это была редакция Таймса Мы прошли прямо К редактору Сэр Сказал Холмс Уверенно Нажимая тонкие губы Если человек Обутый в одну калошу Принесет вам стихи Задержите его И сообщите мне Я всплеснул руками Боги Как это просто И гениально После Таймса Мы зашли в редакцию Дели Нью Пельмель И еще в несколько Все получили предупреждение Затем мы стали выжидать Все время Стояла хорошая погода И к нам никто И к нам никто не являлся Но однажды Когда выла буря И бушевал дождь Кто-то с треском Валился в комнату Забрызганный грязью Холмс Сказал неизвестный Грубым голосом Я добльц Если вы найдете Мою пропавшую На Трафальгард Сквере Калошу Я вас озолочу Кстати Отыщите также Хозяина этих Дряных стишков Из-за чтения Этой Билиберды Я потерял Способность Пить свою Вечернюю порцию Виски Ну Мы эти штуки знаем Любезный Пробормотал Холмс Стараясь Свалить негодяя На пол Но добльц Прыгнул к дверям И Бросивший в лицо Шерлока рукопись Как метеор Скатился с лестницы И исчез Другую калошу Мы нашли После В передней Я мог бы Рассказать еще О судьбе поэта Бенгама Его стихов И пары калош Но так как Здесь замешаны Коронованные особы То это Не представляется Удобным Кроме этого Преступления Холмс Открыл И другие Может быть Более интересные Но я рассказал О пропавшей Калоши Доблестве Как о деле Наиболее Типичном Для Шерлока